Девчонки, всем огромный-огромный привет! Очень рада видеть вас сегодня! Хочу с вами поделиться своим заказом с одного сайта, вы уже с ним знакомы, но на всякий случай оставлю еще раз ссылочку вниз. Вообще, девчонки, делюсь с вами своим секретом, когда... ну, секретом покупок, да? Когда я попадаю в интернет-магазин, первая вещь, на что я обращаю внимание, это сумки, парфюмерия, все средства для волос, потому что меня очень интересует тема ухода за волосами, и, как вы понимаете, каждый раз я что-нибудь заказываю в любом маленьком заказе, все равно есть хоть одно какое-нибудь средство для волос. И вот сегодня, девочки, делая покупки, я первое, на что обратила внимание, это, конечно же, на парфюмерию. Я искала себе какой-то, опять же, шлейфовый аромат. Каждый выбирает по своим каким-то предпочтениям. Я люблю, чтобы аромат был сладкий, в одно и то же время он был немножко свежим. В общем, я люблю цветочно-фруктовые ароматы, но вот чисто фруктовые я не люблю вообще. Это так странно, цитрусовые вообще не люблю. Я не сильно люблю, знаете, вот эти вот ароматы типа бабушкин сундук. Может быть, даже не все альдегидные я смогу вообще переносить на себя. В общем, больше я люблю компоты, но иногда более тяжелые компоты, иногда более легкие. Для меня более тяжелый компот это эйфория Килюн Кляйн. Кстати, вот она сзади стоит. Вот для меня это более тяжелый компот, но все равно такой шлейфовый компот. И вот сейчас, лазя по просторам интернета, я искала отзывы о парфюмерии. Да, вот чтобы мне себе такое заказать еще, чтобы вот было в моем направлении, но что-то новенькое, да. И девчонки, я обратила внимание на обзор одного блогера с Питера. Она визажист. По-моему, Ксения ее зовут. Ну, не хочу сейчас неправильно назвать ее имя, потому что у меня, если честно, на имена очень плохая память. И я обратила внимание на ее обзор парфюмерной воды Пакарабан Леди Милья. Вот так красиво смотрится упаковка. Все такое в золоте, все красиво, такое ажурное. На самом деле, девчонки, если честно, я сами коробочки потом выбрасываю. Ну, вначале у меня их забирает моя дочка, она там с ними что-то играет, какие-то домики, что-то строит там. Ну, в общем, а потом сама же их выбрасывает, да. То есть, я не храню парфюмерию в коробочках. Я знаю, что многие парфюмы-маньяки хранят, я не храню. Они, во-первых, занимают много места, вы знаете, что я часто переезжаю, да, как-то. Ну, вот мне не нравится открывать каждый раз коробку и пользоваться ароматом. Мне хочется сразу вот взять открытую упаковку. Конечно же, еще больше мне понравился сам дизайн. Водички парфюмированные. Посмотрите, как красиво все смотрится. Очень классно смотрится, если честно. Такие грани сверкают. Особенно, знаете, когда смотришь на солнце, вообще шикарно. Вот, если честно, дизайнерам нужно поставить... Просто, знаете, как если в школе, то пятерку. А если так по-серьезному, нужно отдать огромную премию. Очень классно смотрится. И вот, чтобы брызнуть, нужно нажать на вот эту крышечку саму. Вы знаете, когда я только ими брызгаюсь... Давайте, кстати, пройдемся по нотам. Начальная нота — это яблоко и малина. Вы знаете, я, наверное, чувствую больше... Хотя есть... Вот когда я прочитала, что там есть яблоко, я начинаю чувствовать яблоко. Но, знаете, такое не зеленое яблоко, а сладкое такое... Твердое, сладкое зимнее яблоко. Ноты сердца — это жасмин. Цветок апельсина и гордения. Я очень хорошо здесь чувствую жасмин. Вообще, я поняла, что мне жасмин нравится во многих композициях. Я уже не раз замечала, когда я читаю, что есть нота жасмина. Мне в любом случае хоть как-то этот аромат понравится. И конечная нота, девчонки, это почули и белый мед. Вот этого я не слышу вообще. Вот если честно. Для меня аромат, он сладенький такой. Ну вот если честно, девочки, для меня этот аромат был немножко разочарованием в том плане, что если сравнивать его с более шлейфовыми ароматами, вот типа Нина Ричи, Лавен Перриш, там шлейф, ты его чувствуешь просто. Вот все проходят и оборачиваются. Но это может быть только для меня. Вот слушая Ксении, да, она говорила, что она его постоянно слышит, вот она вся в нем, да. Этот аромат более... Я бы сказала, что он более серьезный. Потому что Нина Ричи, он более сладенький, такой ты прям вся как в бабочках порхаешь. А этот аромат тоже с бабочками, но он все равно более серьезный. Он очень хорошо подойдет в офис, потому что он не настолько сладкий, знаете, чтобы кому-то стало вот сверх, да, сверх его возможности слышать этот аромат, да. Девчонки, ну, сам аромат, конечно, классный. Классный, но я его не слышу. Я его вот слышу, наверное, ну, первые, ну, не знаю, девочки, минут 20 я его первые слышу, да, на себе. И все. Но другие люди слышат его на мне. Я вот в течение... Где-то вот в час дня, да, подходила к мужу на работе и говорю, ты слышишь аромат? Потому что я его не слышу. Он говорит, ты что, Катя, по-моему, ну, весь офис его слышит, ты им довольно-таки сильно воспользовалась, да, с ног до головы. На самом деле я сделала всего лишь два нажатия. Вот так вот с одной стороны и с другой стороны на волосы. Я в основном брызгаю свои парфюмы на волосы. Девчонки, короче, просто так получается, что я его... Или он мне так подходит, что я его не слышу. Вот есть такая, да, такая сказка, да, что вот если ты не слышишь аромат, значит, он тебе сильно подходит. Ну, я люблю слышать ароматы. То есть я его беру с собой, я его беру в мою сумочку, и я им просто брызгаюсь где-то в час дня, я им брызгаюсь. И это как-то меня вообще спасает, и тогда я его слышу, и всё нормально. Вот как-то, видно, я к нему ещё не привыкла. Но сам аромат очень классный. Он очень многим подойдёт. Вот мне кажется, нет такого возраста даже, когда он не подойдёт. Потому что само название «Девушка на миллион», оно как-то предполагает, что любая девушка, которая хочет за собой следить, которая хочет оставлять после себя такой лёгкий, приятный шлейф аромата, будет «Девушкой на миллион». Вот она будет пользоваться этим пафёлом, и он не будет ей как-то противен или кому-то он будет не нравиться. Мне кажется, мужчинам он нравится однозначно, потому что мужчины любят компотные композиции, скажем так. Какие-то сладенькие такие. Ни в коем случае они не любят эти альдегиды всякие. Это однозначно. Так что, кто хочет по-любому понравиться мужчине, это вот как раз тот аромат. Ну, что-то я сильно много разговариваю об аромате, но вы понимаете, что это была основная покупка в этом магазине. Но вы знаете, что я маньяк по уходу за волосами, и мне очень давно хотелось попробовать одну марку, это «Лошадиная сила». Мне очень много моих знакомых, и вот подружка недавно расхваливала просто шампуни «Лошадиная сила». Но я знаю и так, что эта компания хорошая, и она действительно делает хорошие продукты, потому что у меня свекровь пользуется каким-то лосьоном для тела. Вы знаете, чтобы не болели суставы, что ли, да? И она в полном восторге, она пробовала очень многое, многое перепробовала и в 100 раз дороже, да, и оно не действовало. А вот эта вот «Лошадиная сила» – компания очень классная. В общем, она довольна на 100%, вот это я так от неё отзыв рассказываю. И я решила заказать себе шампунь «Лошадиная сила». И, естественно, пользоваться начали все, и муж, и свекровь, и я, и у Евчика есть, слава богу, всё своё. Ну, у них тоже есть всё своё, но почему-то им всё нравится, что я покупаю это, и они сразу налетают на этот продукт. Но мне самой очень понравилось, и я не жалею ни в коем случае, что я заказала целый литр, да? Вообще, я люблю большие боковки, литровые, да? Потому что даже если мне вдруг не понравился продукт у меня в семье, кроме меня есть ещё люди, да, скажем так, которые смогут пользоваться, и которым, ну, хотя бы одному человеку точно понравится этот продукт, и то есть он в любом случае не пропадёт. Вот так вот выглядит упаковка. Посмотрите, какая огромная. Очень классно, вот с таким дозатором. Конечно, вот эта упаковка намного лучше, чем у Матрикс была. Помните, я заказывала в прошлый раз, хотя мне сами шампуни очень понравились, но упаковка не очень удобная. Вот такие упаковки просто шикарные. Мне кажется, что производитель каждый должен думать над своей упаковкой. Не просто над дизайном каким-то, да, а над удобством обязательно, особенно если вы делаете такие большие литровые, да, объёмы. Здесь тоже нарисована лошадь, естественно, да, лошадиная сила. Мне очень расхваливали этот продукт, да, именно шампунь. И девочка даже говорила, что она пользуется этим шампунем специально не каждый день, чтобы волос не примыкал, и пользуется по праздникам, и когда нужно хорошо выглядеть, и тогда вот вообще волос шикарный. Девочки, точно могу подтвердить её слова, потому что увлажнение даёт очень сильное, и любители прозрачных шампуней, это именно для вас, он абсолютно прозрачный, он такой лёгенький, жиденький, хорошо пенится, такой приятный аромат, какой-то совершенно лёгкий, ненавязчивый, я даже не могу сильно вспомнить, чем он пахнет. Ну, я бы сказала, такой лёгкий, какой-то травкой или цветочком, ну, такого, знаете, яркого парфюмированного какого-то запаха нет. Очень классный волос, знаете, он такой объёмный, очень классный волос, он такой какой-то летящий, ну, ухоженный волос смотрится. Не знаю, девчонок не очень нравится, так что я вообще могу посоветовать вот эту компанию «Лошадиная сила», обратите внимание. И вот в этот раз это был весь мой заказ, да, ну, и так это были духи и большой шампунь, да. Как вы поняли, что я очень люблю вот такие вот всякие ароматы шлейфовые, сладенько, такие парящие, чтобы бабочки вокруг меня вот целый день летали, и чтобы этих бабочек слышали все. Хотя, может быть, это неправильно для офиса, но я очень люблю. И обязательно, девочки, оставлю вам все ссылочки внизу, так что проходите, обращайте внимание, там очень большой выбор. И у меня, если честно, сразу, когда захожу в «Лазар» разбегаться, но потом концентрируюсь и выбираю то, что мне нужно. Ну, все, всех люблю, целую. Всем пока!